Всем привет! В этом видео поговорим о том, что бизнес Германии призывает договориться с Россией по газу, чтобы не допустить коллапса экономики. Руководитель крупнейшего в Германии химического концерна БАСФ Мартин Бруде-Мюллер выступил с критикой действий немецких властей, поставивших страну под угрозу полной деиндустриализации. Интервью с ним сегодня опубликовано немецким новостным агентством DPA. Господин Бруде-Мюллера буквально сказал следующее. «Мы что же хотим сами разрушить нашу мощную экономику, которую наши предки скрупулезно отстраивали целые десятилетия? Это безответственный шаг, который обернется колоссальными потерями для страны. По мнению главы БАСФ, введение запрета на импорт любых российских энергоносителей приведет к непоправимому экономическому ущербу для ФРГ. Не все сейчас могут осознавать последствия данных мер. Тем временем они таковы, что приведут экономику Германии к тому положению, в котором страна фактически находилась в 1945 году, сразу после Второй мировой войны. Сейчас отказаться от российского газа категорически нельзя, не имея никаких альтернатив. Эту тему можно поднимать для обсуждения, когда трубопроводному газу из России найдется замена, будь то американский или катарский жиженый газ. А этот процесс, очевидно, растянется во времени и займет не менее пяти лет. Напомню, что ранее крупнейшие промышленные союзы Германии, объединяющие строительную отрасль и сталилитейную промышленность, направили обращение в Бундестаг с просьбой пересмотреть планы по постепенному сокращению потребления газа. О полном отказе от поставок даже и речи не идет. По оценкам немецких экспертов, прекращение поставок газа на цементные заводы приведет к остановке строительства в стране и необходимости массового сокращения строительных компаний, в которых сейчас трудится порядка 3,5 миллионов человек. В случае введения Газпромом ограничения на поставку голубого топлива немецкие заводы и фабрики полностью остановит конвейер в течение считанных недель. Это равносильно полной деиндустриализации страны. Помимо потери в промышленности, это приведет к массовым сокращениям и многократному росту расходов на бюджет Германии для поддержки безработных. Сейчас количество безработных в Германии по данным Федерального агентства по трудоустройству составляет 2 миллиона 200 тысяч человек, что составляет 5% от количества трудоспособного населения. Потеря химической промышленности, строительной отрасли, металлургии, машиностроения грозит потери не менее 10 миллионов рабочих мест. Причем произойдет это не постепенно, а практически одномоментно во времени.